Весна как-то законсервировалась, нет ее. Смотрим, в любую сторону смотрим, не видать. Зато в слоне она абсолютно живой, безо всяких консервов. Добрый вечер. Нас очень как-то не любит, по-моему, Минздрав. Мы его очень сильно огорчаем. Мы постоянно болеем, хотим здоровья, постоянно хотим таблеток и почему-то возлагаем какие-то надежды на Минздрав. Хотя, на самом деле, он не давал никаких поводов на него надеяться. Мы приблизительно также очень сильно, по-моему, субъективное оценочное суждение, раздражаем Миноборнауке. Мы хотим бесплатного образования, мы вообще хотим образования, мы, в принципе, хотим учиться. Явно не совпадение целей. Мы очень сильно, по-моему, раздражаем Росавтодор тем, что ездим по его дорогам и своими машинами показываем их полную несостоятельность. В общем, те, кого мы так сильно выводим, это вот себя, целое правительство, это огромное количество министерств и ведомств. Единственное, кого, на мой взгляд, мы не очень сильно раздражаем, это депутаты Государственной Думы. У нас с ними просто нет совпадений интересов. Они, в основном, долларовые миллионеры. Там очень много достойных, приличных, успешных людей. Мы нет, мы не относимся к этой категории, поэтому у нас нету поводов для какого-то взаимного неуважения, взаимной нелюбви. Наши вектора не пересекаются, что в итоге держит обе стороны в спокойствии по отношению друг к другу. До недавнего времени, по-моему, нас очень сильно раздражали Минфин. У Минфина постоянно прятки с деньгами идут. У него постоянный вопрос, на который мы хоть и перестаем, громко спрашивать, задавать какой-то, бы то ни было, вопрос, озвучивать его. Но мы, тем не менее, постоянно стремимся услышать что-то в ответ, потому что ни разу еще не слышали, с какой стати мы поддерживаем своими деньгами Америку, почему наш стаб-фонд находится там. И, то есть, вот очень много у него проблем, еще мы тут суетимся. Но было радостно. Мы точно знали, что этим направлением борьбы у нас заведует единственный компетентный топ-менеджер с профильным экономическим образованием, гражданин Кудрин. От этого как-то становилось легче, спокойнее за спрятанные подальше от нас за океаном деньги. Потом Медведев Кудрином пинком зад вышвырнул. Нам судорожно предложили поплакать и ощутить душевную тоску от утраты такого профессионала. Мы, кстати, это попытались даже сделать. Вот не так много времени прошло, вот это знаковое переназначение одного очень известного и ангажированного на другого, скорее всего, просто профессионала. Сколько? Год? Ну, чуть больше. То есть, всего-то ничего. И вдруг Министерство финансов под управлением министра Силуанова стало приносить нам пользу. Вот на моем субъективном веку это, наверное, впервые в жизни. Оно и раньше, наверное, как-то старалось, просто не так очевидно это получалось. А здесь совершенно внезапно, без объявления войны, Минфин дал пенька страховщикам. Страховщики у нас раз в год занимаются тем, что, да, ленивенько оценивают перспективу своих сверхприбыли по ОСАГО. Ну, да, значит, денег много, опять в стройку вкладывать, опять цены поднимать. Надо сходить заодно к хозяину наверх, попросить, чтобы немножечко поднял там что-нибудь, тарифов каких-нибудь или там хотя бы базовую ставку. Они этим занимаются каждый год. Каждый год находят обоснования, каждый год обязательно издают отчет, согласно которым они не могут свести концы с концами. Это все очень трагично, все очень плохо. Они пытаются в нашем сознании встать в один общий ряд, не будучи бюджетниками. Они, тем не менее, пытаются встать рядом с бюджетниками, объяснить, что более нищие люди, чем они, это, наверное, только, может быть, нефтяники, а также учителя и преподаватели, да, и врачи. То есть, вот, больше в стране нищих нет, они одних из них, одни из них, поэтому надо. Да, тут тем более, что произошла другая неприятность, на них ведь обрушился закон, например, о защите прав потребителей, и возникла очень неприятная коллизия, когда страховые компании стали вынуждены, подчиняясь закону, платить больше, чем они рассчитывали. Потом Димарш себе позволил Верховный суд, который сказал, что вообще-то клиент тоже бывает иногда прав. У страховых компаний возникло непонимание, что же такое происходит, они вышли наверх с предложением и заявили, что нужно бы поднять где-нибудь так раза в два их существование в нашей стране. И вдруг Минфин сказал, нет, оснований никаких абсолютно для этого нет. У вас, ребят, все в порядке, у вас очень стабильный, очень прибыльный бизнес, порог безубыточности законом определен 7-7%, у вас великолепные совершенно финансовые показатели, у вас невероятные резервы, вы можете очень спокойно выплачивать людям, и все у вас будет хорошо. Еще остается на сливочное масло, на хлебушек белого цвета и даже на немножечко икры. Они не ожидали этого, и мы не ожидали. Мы не ожидали, что Министерство финансов вдруг встанет так четко на нашу сторону. Страховщики были совершенно обескуражены, они попытались устроить истерику, переходящую в Димарш, они даже пригрозили нам счастьем избавления, заявив, что в таком случае они сейчас просто покинут этот рынок. Жаль, что только лишь пугали, лучше бы они за базар ответили, и этот рынок действительно покинули. Причем не обязательно даже все разорившись, хотя, конечно, если страховые компании, работающие по ущербу ОСАГО, разорятся все поголовно, ничего в этом плохого нет. У них очень достаточные финансовые возможности для того, чтобы мы с вами не заметили подобную проблему. Все там хорошо, не получилось, но сам по себе факт. Вот Министерство финансов неожиданно перебежало из того стана, к которому относилось раньше, на нашу сторону. При этом Верховный суд, который тоже, в общем, не баловал нас своим вниманием, перешел на нашу сторону, опять-таки по этой же теме. Это было удивительно, но очень радостно. И вдруг, я уж не знаю, может быть, от того, что весной не пахнет и не будет, и вот 50 февраля, который у нас сегодня, это неприятная данность календарная. И вдруг Минэкономразвитие, который тоже никогда не числился в наших с вами друзьях, перешел на нашу сторону. Причем переход удивил, порадовал внезапностью. Министерство развития того, чего, на мой взгляд, у нас уже давно не осталось, от грефа своего, чрезвычайно компетентного, избавилось под наши, конечно же, стоны и страдания тоже давно. Но вот только сейчас примкнуло к этой тройке, вот на троих будешь, то есть первым был Верховный суд, потом Минфин, и третьим стал Минэкономразвитие. А что они сделали? Они внезапно надавали по рукам Росавтодору, потому что Росавтодор третий год подряд пытается у нас парализовать движение в стране. Он пытается привести нас к феодальной раздробленности. Они пытаются, в принципе, доломать экономику. Возможно, что вот здесь как раз у них и возник антагонизм с министерством, которое за эти обломки отвечает. И Росавтодор третий год подряд объясняет, что не должны грузовики ездить по стране, возить какие бы то ни было товары. Они не должны это делать весной, то есть весной должен быть мораторий, потому что дорогам мокро. Они не должны это делать летом, потому что дорогам жарко. И желательно, чтобы они не делали этого зимой, потому что зимой-то, в общем-то, холодно. И Росавтодор третий год подряд издает всячески совершенно карательно запретические бумаги, согласно которым дальнобойщикам ездить по стране вот в эти периоды времени нельзя. И на этот год Росавтодор привычно, то же самое, как страховщики, так вот почесываясь, не глядя особо по сторонам, посмотрели, прикинули, сказали, слушайте, да, пора уже, а то... Ведь Росавтодор уже прекрасно понимает, что в нашей стране возможно одно из двух. Либо Росавтодор, либо дороги. Поэтому, конечно, они выбирают себя и начинают руководить и командовать всем тем, что остается. И они так аккуратненько впервые присоокупили цифру и сказали, ну да, знаете, ну вообще-то триллион рублей ущерба в случае, если вы по нашим дорогам-то ездить будете. Так что там это, давай, ребят, быстренько, уже хватит, давайте, запрет пора вводить, а то скоро весна, опять потом асфальт, трудности, и вообще пора, давайте, надо как-то по-государственнее, по-серьезному. И Минэкономразвитие совершенно внезапно сказал, нет, ребята, ни малейших оснований для этого нет. Потому что ущерб, который вы наносите отрасли, ущерб, который вы наносите экономике, несоизмерим с теми деньгами, которыми вы тут размахиваете. Это раз. Во-вторых, деньги взяты с потолка, это два. И, в-третьих, понимаете, какая штука, вот эти все ваши ограничения по езде, они молодцы, они писали, в достаточной мере необоснованные. То есть, Росавтодор, а иди-ка ты, знаешь, куда со своими вот этими временными трудностями, высосаны из пальца и с попыткой ультимативно шантажировать целую страну. От ваших ограничений стране, мягко говоря, плохо. И перевозчикам плохо. Не, понятно, что вы выстраивали в течение нескольких лет специальную очень взяткоемкую ситуацию, когда нельзя, но, конечно же, очень можно. Поэтому есть пункты весового контроля, есть летучие карательные отряды, наезжающие с утра до ночи на дальнобойщиков, запускающие руки в их карман, что в результате становится всего-навсего нашим финансовым обременением. Мы же доплачиваем за все, за это. И Росавтодор, он тоже не ожидал, что вдруг на нашу сторону мин к нам развитие перебежит. И вот этот переход из стана друзей, которые всегда прикрывали в четкую, совершенно антагонистическую ситуацию, заступиться за кого? За водителей? Заступиться за кого? За людей? Люди в этой стране для того, чтобы платить? Люди в этой стране для того, чтобы молчать? Люди в этой стране для налогов, для взысканий, для штрафов? Кто их должен защищать? Минэкономразвитие встал официально и заявил, что это недопустимо. И, мягко говоря, не согласившись с Росавтодором, испортил весь дешевт. Росавтодор от обиды и непонимания, что происходит, они были просто изумлены. Они побежали жаловаться в Минюст и сказали, ну тогда пусть Минюст рассудит. То есть получается, что три перебежчика на нашу с вами сторону уже есть. Верховный суд, Минфин и Минэкономразвитие. Вот интересно, Минюст сейчас какую позицию займет? Представляете, если они вдруг станут четвертыми? Ну, не бывает в русских сказках, чтобы четыре богатыря на четырех лошадях поехали бить четырехглавого дракона. У нас на троице все заканчивается. Но сама по себе коллизия, конечно, изумительная стала. И посмотрим, что там в следующем министерстве, что там Минюст. Очень любопытная коллизия. Перерыв на новости. Телефон в студии 6510-996. И вы до сих пор не поверили, что я живой в студии нахожусь. Я, в общем, этому не очень верю. Видите, у нас ни одного звонка. То есть никто из вас вообще не позвонил. Вы отвыкли за эту неделю моего отсутствия живым голосом в эфире от того, что я действительно реальный и отвечаю на конкретные вопросы, поставленные вами. Еще раз 6510-996. Вот первый позвонивший. Вот он уже второй, третий. Я рад за нас с вами. Мы проснулись. Я живой, вы живые. Дмитрий, здравствуйте. Сергей, по-моему, он дозвонился. Здрасте. Ну, во-первых, хочу вас услышать. Конечно, отвыкли народ от вашего отсутствия. Отвыкли все, как-то отвыкли. Но мы соскучились. Дмитрий, мы подруг подругу. Безумно. А вообще хотелось бы спросить. Я вам задавал уже вопрос по поводу Kia Sportage. Чип-чунинга его, дизельного двигателя. А сейчас хотелось бы узнать от вас сравнительную характеристику Kia Sportage и Tiguan и, ну, наверное, как же называется, Skoda, 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 Yeti. Абсолютно верно. А вы их в чем сопоставляете? Вы их по цене уже друг другу подобрали? По размеру и по кроссоверной сути? Ну, вообще, хотелось бы, да, наверное, вот по цене. Они, в принципе, в одном ценовом сегменте. Они, я предполагаю, прямые конкуренты друг друга. Они, да, но они при этом, конечно, все разные. Sportage из них, субъективно, самый красивый. И этой машиной можно долго пижонить. Потом она, кстати, неплохо уйдет. У Tiguan, откройте свежий номер, шестой номер газеты Авторевью. Посмотрите, какая коллизия там с тормозами. Да, слышал уже, слышал. И у нас это было... Тормозный пульс очень большой. Да, да, да. И вот сейчас, если завод скажет, знаете, ребят, а на самом деле, вот Асланян катался, у него проблем не было, значит, все, пожалуйста, равнения на Асланян, а к машине претензий нет. Тогда ее брать, в принципе, нельзя. Yeti не имеет этого дефекта. Yeti лучше, чем Tiguan. Yeti, она, казалось бы, совершенно с платформной конструкцией. Все то же самое, вроде бы из одной бочки. Ничего подобного. Вот это та самая разница, в чем чехи, не немцы. Чехи сделали эту машину для себя. Они взяли инструментальные закрома немцев, посмотрели, что там интересного лежит на полках. И это все создали под себя. И Yeti едет по-другому. Yeti – это машина, которая, казалось бы, получена клонированием Tiguan. На самом деле, это совершенно самобытный продукт. Я бы вот из вашего списка вычеркнул бы Tiguan, оставил его Sportage и Yeti. Дальше начинаются эксплуатационные перспективы. Yeti собирается могучим пролетариатом Нижнего Новгорода. У вас это не вызывает содрогание? У меня, например, вызывает. Есть немножко, но те Sportage, которые подставляются к нам, они сейчас идут с Словакии, по-моему. Да, Словацко-Калининградские. Они ходят окольными путями. Ко мне сейчас в почту пришло такое опечальное письмо одного совершенно очаровательного моего собеседника. У него Sportage. Он после мойки обратил внимание, у него стали облизать дверные ручки. Они там покрыты специальным полимером, соль их сгрызла. Вот это европейская неподготовленность к нашей суровой действительности. Ну вот я эксплуатирую Sportage с июля месяца того года. В принципе, пока проблем нет, хотя я уже поменял гидротрансформатор, например. Но это по гарантии, все мне поменяли без проблем, без вопросов. Тоже, кстати, не слабо гидротрансформатор в автоматической коробке. Такой удар-то по нервам, будь здоров какой. Но хорошо то, что дилерская сеть сыграла под вас, и они не сопротивлялись к этому поводу. Абсолютно без вопросов. Спасибо им огромное за это, на самом деле. Я у них достаточно давно обслуживаюсь. И вообще, на самом деле, достаточно давно хотел вам похвастаться. Давайте, давайте, давайте. У меня до Sportage была Kia Rio 2006 года. То есть вот при последнем кузове, получается, еще до рестайлинговой, соответственно. Она у меня прошла 315 тысяч на автомате. И автомат я перебрал на 250. Машинка была просто замечательно супер. Причем она была корейской сборки, скорее пригнанная. Ну, имеется купленная здесь уже. Все, у дилера эффектально, с нуля. Вот, машинка была потрясающая, на самом деле. Я вот на 350 тысяч ее продал через трейдер, но взял себе Sportage. Вот, у меня, как бы, получается, такие семейные машины. Ну, ведь и хорошая машина. Тем более, что у вас и Рио такой красотулей была. Да, замечательная машинка. Это все просто прелесть, на самом деле. И по размеру она вот для шныряния в городе, насколько она подходила? Абсолютно, абсолютно с вами согласен. Всегда я говорю, как хорошо иметь маленькую машинку, когда в любую дырку можно залезть, там, припарковаться или пролезть где-то между рядами и так далее, если там необходимо. Хотя стараюсь ехать, ездить более-менее спокойно и стараюсь соблюдать правила. Вот. Но, тем не менее, иногда приходилось где-то там пролезть. Очень спасало это тут габариты. Но сейчас я взял все-таки машинку побольше, семья выросла. В общем, вот так вот. Скажите, Дмитрий, а вот, во-первых, сегодня вы ехали по Москве полностью расчищенной от снега. Я по телевизору смотрел репортаж. Мне доложили, что все великолепно. Вся техника 28 лет подряд пашет. Они вот как начали в 17-м году чистить снег, сейчас они его дочистили. Во-вторых, фуры с МКАДа убрали полностью все целиком, поэтому там, в принципе, заторов нету никаких. А тут еще на нашу с вами сторону вот тут и Минфин встал, и Минэкономразвитие. Вы ощутили наконец-то, что вы сегодня великолепно ехали по Москве? Признаюсь честно, вот сейчас я доехал от работы с Можаки до Каширки где-то, наверное, минут за 40 по Амкаду. Вот, по внешнему, да, очень хорошо едет. Внутренне стоит, там аварий много и фуры, конечно же, есть до сих пор. Нету, нету, это вам показалось. А вот утром я ехал от Каширки до Ленинского, ехал, наверное, часа 20,5. Вот, и, конечно же, шлифующие кажущиеся фуры, вот, ну, надо дать должное, количество их уменьшилось, заметно уменьшилось. Вот, а что касается нерасчищенности, конечно, МКАД был нерасчищен, а сейчас, гляжу, техника все-таки работает, попалась мне на пути, вот по внутреннему МКАДу ехала. Вот, ну и внешний МКАД, в принципе, более-менее ехал, соответственно, тоже почистили его. Это потому, что, Дмитрий, вы не видели еще, как Сергей Семенович лично лопатой чистил МКАД. Вот, я думаю, что нам сегодня вечером покажут по телевизору, как вот, потому что он обычно очень любит руководить на месте. Я раньше не видел этих кадров. Он приходил, он там кормил рабочих, он гречную кашу как-то им так очень заботливо показывал, где взять своими руками. А я так понимаю, что он, наконец-то, от слов перешел к делу, он перестал учить рабочих махать, наверное, сам взялся. Вот, хочу сегодня вечером посмотреть. А, Сергей Семенович, пойдете лопатой махать на МКАД, меня зовите, я с вами встану в один ряд. С аппаратами пойдем, посмотрим, плюбимся. Откопаем что-нибудь. Ой, Дмитрий, спасибо вам, Олег, у нас на связи. Здравствуйте, Олег. Да, здравствуйте, Сергей, это Олег, ваш постоянный слушатель. Мы как-то месяц назад с вами общались по поводу безвременной, трагичной, непродолжительной жизни Мазды своих тем, и на что ее менять. Вы хороший совет дали, походить полгода пешком, забыть ощущения, и дальше... Иначе никак. Выбирай с чистого листа. Пока счетчик не обнулить, а тем более к тому моменту. Во-первых, снег весь растает, потом его еще и почистят, а ко всему прочему, наконец-то, не станет фур на МКАДе. Говорите, вот еду сейчас по МКАДу, фур меньше никак не стало, скорость сумасшедшей 15 км в час, певеро-запад МКАДа, внутренний конструктор. Сергею Семеновичу большой привет. Вопрос у меня сейчас, собственно, Сергей, два. Первый вопрос, в поисках альтернативы, С-7 Мазды наткнулся, благодаря вашим, кстати, рекомендациям, на несколько дороже тему, Вольво-Сейс, да, с дизелем, там, Д5 и все такое. В общем, полный респект, полазил по интернету. Но что обнаружил? Очень много предложений реализации годичных машин. То есть люди берут, через год почему-то его сдают. И с хорошим дисконтом, там, до 400 тысяч. Это настораживает. То есть какая-то причина есть? Это люди поняли, что не их машина или в чем? Часть этих машин, кстати, сразу начинаю отвечать, часть этих машин никогда не видела своего владельца в глаза. Часть этих машин, это мошеннические схемы, статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть первая. Это нормальное функционирование дилерской сети. Машина выписывается на подставное лицо, потом через какое-то время продается, потому что, в частности, у Вольвы, у нее дилеру за выполнение плана большая премия от представительства. Поэтому представительство на это закрывает глаза, дилеры, как правило, обманывают представительство. Если они план не выполнят, тогда их оштрафуют, а штраф многомиллионный. И получается проще взять на себя машины на подставных лиц, а потом продать их с дисконтом, ниже себестоимости. Премия все равно покрывает. Круто. Так великолепно выглядит у них бизнес. Но смысл есть брать вот такую машину? Опасного ничего, в принципе, не существует. Может быть, как раз уже кого-то она сильно утомила, потому что кто-то из них, это вот так называемые желтые клиенты, там есть такой специальный термин, а кто-то из них, это люди, которые годик покатались и сказали, все, Глаша, я больше не могу, я лучше, как Олег, с моим пешочком полгодика, а там видно будет, хоть на санках. Спасибо, Сергей. И тогда второй вопрос, он касается вашей одной из любимых темы, капы. Копаясь по пикапам, ну, понятно, достоинства и недостатки, наткнулся на прослойку людей, которые активно пользуются Хондой для американского рынка на базе пилота. Рейджелайн, по-моему, называется. Да, есть такая. Это зависимая подвеска, в общем, хвалят по сумасшедству, типа пикап-кроссовер. Ну, как бы аналогов, я так понимаю, больше у нас на рынке не существует особо. Вот что можете сказать по ней? Это пилот и прародитель. Это большая легковая машина. А большая легковая машина с кузовом пикап, это как раз Хонда Рейджелайн. И люди ее хвалят за мотор. У нее хороший мотор. Три полной литра, да, Хондовский. Он даже называется, скорее, даже называется двигло. Она не очень хорошо управляется, как любой американец. Она не очень хорошо тормозится, как любой американец. Она не очень хорошо видит дорогу, как любой американец. Но при этом, после того, как вы ввалили столько денег в покупку, у вас два варианта. Первый сказать, ой, я дурак. Слушай, я такое купил. Да нет, но вы все не правы. Я купил себе... Дальше, как по анекдоту, с иным настроением слона не продашь. Этих машин, вот их четыре штуки в Москве, становится пятым владельцем, я бы постерегся. Тем более, что это именно легковая машина. Она, да, по прямику она хорошо идет. Я пытался, например, на пилоте, на нормальном дилерском пилоте ездить у нас зимой. Были бы у меня волосы, стали бы седые. Так просто это не очень занимается. Тяжеловат, да? Тяжеловат. Ну, она все-таки американка. Но мне понравилась в ней... Она широкая, как страна моя родная. Между передними сидениями у нее великолепный совершенно тазик, в который можно хоть телевизор поставить. Можно дополнительное сидение. Можно, не знаю, там, цинк с патронами 750-72х39. Все что угодно. То есть она по размеру удобная. Она очень дружелюбная по вот этим параметрам. Но тихо, аккуратно, только на зимней резине, желательно только летом. Так аккуратно цокая шипами. Во всем остальном будут трудности. Перерыв на новости. Продолжаем с вами общаться. Вы уже тоже отжили. Не только я один реанимировался. Телефон студии 6510-996. Сергей у нас на линии. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. У меня такой вопрос. Значит, стоит задача выкупить автомобиль в районе 700 тысяч рублей. Что-нибудь, скажем так, будет в класс. Сейчас езжу сам на Цивике. На чем вы ездите, Сергей? На Цивике. На Цивике? Хонда Цивика. Да, все понятно. Присматривался Киа Церата. Что про него скажете? Интересно, как было бы услышать ваше мнение про новый СИД, вагон, который универсал. Может быть, еще что-нибудь порекомендуете? Киа СИД тем более лучше, чем Цивик. А Церата лучше, чем Цивик. Но вы же выходите на вторичный рынок, соответственно, вы начинаете играть с чужими неизвестными и берете... Нет-нет-нет, я рассматриваю покупку нового. А, вот оно что. Значит, СИД-вагон – это одна из замечательнейших машин на сегодняшний день. Она очень грамотно придумана, она хорошо собрана, она интересно сделана, она очень неплохо едет. У нее нормальная совершенно европейская школа. Доводили ее на немецкой земле, в Рюссельхайме. Учили там ее ездить. И получился очень хороший, такой сбалансированный автомобиль. Она немножечко уступает Феррари. То есть, в Рюб-40 в поворот, в управляемом заносе на ней, наверное, будет сложновато. Но вообще, Киа СИД, да еще в исполнении вагон – это... Если вы купите, я буду вам даже слегка завидовать. Это очень правильный автомобиль. Он прагматичный, ко всему прочему, еще и эстетичный. Церата – ну, это тоже хорошо, потому что платформа-то одна и та же. Из этой же самой тележки получена другая разновидность кузова. И Церата, при всем при том, он молодец. В нем еще больше эстетики, но в нем чуть меньше семейных удобств. Это такая уже более компромиссная конструкция, потому что... Понятно. А какая-то... Еще актоматива могут быть? Порядка 700-700 тысяч. Вы как раз балансируете на входе в весь гольф-класс. И в гольф-классе есть еще немножко немцев, немножко французов. И вы можете посмотреть там внимательно, отвернувшись от, например, псевдоиспанцев, от всяких там... Церата в довольно странных автомобилях, которые, к сожалению, на нашем рынке опять... По сторону не смотрел. Да-да-да. Они обречены, бедняги. Так жалко. Так хочется сказать, ребят, ну кто-нибудь, ну помогите вы Сиату, ну научите вы его жить. Ну сколько ж можно вот на одни и те же грабли? Они приходят в Россию, бац, в лоб. И... Это была как коммунальная катастрофа, и в бутербродную не завезли свежих бутербродов? И вы так как-то в едином порыве. Посмотрите, опять-таки, зависит от задач. Но есть неплохой автомобиль Ford Focus. Он остается неплохим автомобилем. И здесь нужно просто линейкой мерить у него багажный отсек. Остается последний выдох господина ПЖ, возможность взять нормальную Skoda Octavia. С любым кузовом, хэтчбэк или универсал, который комби у них называется. Потому что это великолепная пещера Аладдина. Туда Алибаба, все свои 40 разбойников вместе с сокровищами погрузят. Пагажник-то самый большой. Да. И причем машина очень хорошая. Я посмотрел на новую Octavia. Я содрогнулся. Мне очень жаль, что Volkswagen пошел по пути дальнейшего умершвеления бренда. Потому как они не могут с внутренней конкуренции ничего сделать. Skoda настолько лучше Volkswagen, что с этим надо что-то как-то придумывать. А что можно придумать? Сделать лучше Volkswagen. Довольно трудно. Значит, нужно сделать хуже Skoda. И вот новая Octavia, она... Ну, это уже не то. Причину для покупки новой Octavia я, например, не нашел пока ни одной. И тем более, что в этот типоразмер приходит Rapid. А Rapid это всего лишь навсего более длинная версия полу-седана. И поэтому нынешняя Octavia, вот те товарные остатки, которые пока еще есть, их нужно хватать. Другого такого автомобиля, равного по грузопассажирским возможностям, по количеству автомобиля на потраченные деньги, по сути, все, больше не будет. А на мой взгляд, все-таки, тем более в универсалостроении гольф-класса, Skoda является точкой отсчета. Все остальное, да, неплохо, но чуть-чуть хуже. И если вы конкретно вот KU-Seed не считаете необходимым, вот влюбившись взять в нее, возьмите лучше Skoda. Ну вот по всему лучше. Вот гениальная машина. И она на закате с последующим уничтожением и приданием забвению. Ну понятно. Вторая после Эпики практически. Да, да. Да, вот туда же уже отправили Эпику именно за то, что хороша и совершенно чудовищная у нее была цена. Потому что, ну, 600 тысяч, она даже 675 на выходе, вот на выходе с нашего рынка. И то, знаете ли, потом пришел дружок Малибус за Лимон 200. Это было, ну, мягко говоря, совсем катастрофично и необъяснимо. Илья у нас на линии. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Сергей. Мне хочется знать ваше мнение. Хочу жене машину поменять. У нее сейчас Honda CR-V 2008 года. Вот, не знаю, либо новый CR-V брать, либо новый RAV с дизельным двигателем. Какое ваше мнение? Во-первых, ваше мнение, мое мнение о вашей жене, что у вас великолепная жена, а у нее блистательный муж. К разговору о спектре мнений, поскольку так подходить к решению транспортного вопроса у собственной супруги могут только очень достойные мужчины. RAV4 еще на наш рынок не пришел. Это будет реинкарнация нынешнего RAV4. То есть та же самая платформа, но накрыта новым кузовом, с другим дизайнерским подходом и вообще, в принципе, с немножко другой идеологией. Это будет интересно, но поскольку ее будут делать, это великое японское качество, только, к сожалению, делают в Британии лимитчики. Поэтому год придется ждать. И первое время Toyota RAV4 брать нельзя, иначе ваша жена будет с утра до ночи звонить и говорить, Илья, прости, я вот тут где-то стою, не мог бы ты на эвакуаторе за мной приехать, дорогой, люблю. С CR-V уже проще. Да, хорошая легковая машина. И если у супруги не было... Меня смущает там 5-ступенчатый автомат. Уж очень сладко. CR-V выглядит с дизелем и с 6-ступенчатым автоматом. А, так вы чувствуете подвох в этом всем? Нет, нет. Просто как-то кажется, 6-ступенчатый автомат с дизелем будет лучше, как бы по потребительским качествам. Хотя ваше мнение, что RAV4 будет еще долго с детскими болезнями страдать. Будет, будет гад. Будет, к сожалению. А Audi Q3, меня смущает только размер. Она вроде поменьше получается, чем CR-V, чем RAV4. Все-таки у меня семья достаточно большая. Она по кубатуре салона, да, она не такая. Хотя это обманчивое впечатление. Количество впихуемого туда, оно такое же довольно серьезное. Но у геометрии кузова CR-V ощущение воздуха. Вроде бы там сзади побольше. Калитку распахнул, посмотрел. Ух ты, много места. У Q3, тем более Q3, когда он, например, в черном цвете салона, такая пещера. Там же смотришь, и в принципе смотреть-то не на что. Там нужно покупать срочно детские переводные картинки или какие-то наклейки, чтобы хоть какое-то цветовое пятно. И вот этот мрак, он скрадывает объем, он скрадывает представление о том, какое там по количеству места пространство. Он скрадывает впечатление о багажнике. Хотя, если что, есть Q5. У него чуть-чуть длиннее. Ну, Q5 все-таки по бюджету не очень хорошо. Он уже стоит достаточно серьезных денег, потому что я смотрел топовые комплектации. Q3 в районе миллиона восемьсот, а Q5 уже сильно за два. Да, да. А вот всякие такие штуковины типа Санта-Фе вы смотрели или X-Trail какой-нибудь? Нет, нет. Ни корейцы, ни американцы, ни Volkswagen не проходят вообще. А Volkswagen под видом Q3 к вам подкрался практически в объятия, а вы его как? Да, знаю, но Audi и Volkswagen это все-таки две большие разницы, как говорят в Азии. Две большие разницы только в том случае, если вы возьмете, например, Q3 дизельную с 177 лошадиных сил. Вот это действительно... Да, да, именно это и рассматривается. Но я боюсь, что вы отберете уже на эту машину. Не, не отберу. Я езжу на пикапе, мне другого не надо. Ваша гоночная жена в этой ступе будет себя чувствовать королевой дорог. Потому что Q3 с именно этой форсировкой дизеля это очень хорошая машина. Поскольку в ней смотреть не на что, она унылая, как штаны пожарника, там можно заниматься только одним – ездой. Машина сосредотачивает на езде. Двигатель очень провокационный. Он будет постоянно выманивать вашу супругу из дома, обрекать ваше хозяйство на мужское сосредоточение усилий, потому что жена где-то в отъезде. Она куда-то подумала, а за хлебушком, а за молочком. Уж очень хочется... Но она и на сервии тоже за хлебом ездит. Это понятно. Q3 будет ее провоцировать на еще более изощренные поездки по еще более лихим маршрутам. То есть вы рекомендуете съездить в салон, посмотреть на Q3? Показать дизель? Только в ипостасе и 177 лошадей на дизеле? Ну, Илья, поскольку вы не боитесь дизелей, в вашей семье такая техника будет жить замечательно совершенно, съездите, посмотрите. Вы же понимаете, жена должна померить на себя. Павел у нас на линии. Здравствуйте, Павел. Алло, Сергей, здравствуйте. Здрасте. Меня вот такой вопрос интересует. Если рассматривать машину до миллиона двухсот, то есть, например, это Nissan X-Trail, к примеру, Skoda Yeti, небезызвестный Opel Moco, хотя салон, конечно, маленький реально. Для семьи. Для семьи. Да. Маленький-маленький. Ну, Moco хотя бы приличненький по салону. Сейчас придет второй такой аппарат, который Chevrolet Tracker. Это вообще полная катастрофа. Он такой же маленький, но он такой страшный. Он путем переделки 41-го москвича получен. Вот пластмасса с облоем такая вся дышащая. Chevrolet не рассматривают, так как Chevrolet была резона, на 102 тысячах стуканул двигатель. Это почему это он стуканул? Это что с ним произошло? Вопрос сложный. То есть порвало ремень, и все клапана были сверху. А, понятно. Ну да. То есть после того, как порвало ремень, дальше это все понятно. А почему? Ремень ведь он все-таки подает обычно признаки бедствия. Или здесь он смолчал? Да вроде как смолчал. То есть, ну, в принципе, жена в основном ездила на этой машине, поэтому для меня сложно сказать. Сначала он или говорил что-то, намекал там, но тем не менее. Ну, тут машина-то не совсем виновата. Может, она боролась до последнего? Может, она там уже красные флаги выбрасывала? Нет, ну, скажем так, никаких там лампочек не загоралось, это точно, и ТО проходилось регулярно в срок. Ну, насчет ТО тоже тут вопрос есть. Но это, опять-таки, как говорится, дилерская сеть могла с хуйгать. Да, это ТО проводилось у официалов, то есть, обычно, либо, ну, обычно мы ездили. Ну, да, официал не хуже и не лучше других, по крайней мере, не лучше. Жаль, просто, когда рвет ремень, обычно симптомы есть до того, ремень он все-таки подает звуки, и тут как-то, как-то, как-то ощущение, что, ну, машина не до конца виновата. Хотя, вот, например, Chevrolet Captiva, корейская же машина, с дизелем, неплохая. И рядом с X-Trail'ом ей стоять не стыдно. Она едет даже во многом интереснее, чем X-Trail. Такой неплохой получился бы список. Хотя, вот, например, Santa Fe сюда уже не включишь, потому что он стоит как-то зверски дорого. И непонятно, с какой стати. Ну, да, как корейцы, они, на самом деле, да, дороговато. Странные ребята. Непонятно, почему они так вот прыгнули к потолку. Мокку все равно, погодите, брать в любом случае рано еще. Но она еще должна год отстоять как-то вот более-менее. То есть, я просто объясню. У меня супруга сейчас ездит на Opel Family Astra. Да. С 1,8, автомат. Ну, на самом деле, машина очень приятное впечатление оставляет. Ничего не могу сказать против нее. То есть, замечательно. И по управляемости, и по разгону своему. А вы ее в кроссовер-то хотите, зачем загнать? Ну, просто у нас семья довольно приличная. Да, у нас двое детей там. И поездки на дачу, естественно, в маленькой машине. У вас, кстати, огромная Astra. И у вас Astra растянутая по базе. Там в ногах задних пассажиров. Нет, это ХЧБ. ХЧБ там растянутая, я бы не сказал. Это да. Перевернув, сейчас вернемся к этому. Телефон Сергея Слоняна 65 10 9 9 6. Павлу, послесловие к миллиону 200 тысяч рублей, еще пока не потраченных. Значит, под семью Moco в любом случае это все-таки тесно. У вас остается в списке либо Yeti, либо X-Trail. Всей семьей спокойно приходите и смотрите, что это за техника. Конечно, она будет более выигрышна. Потому что, тем более, сейчас жена ездит на хэтчбеке, на Astri Family. Получается, низенькая крыша. Всех, кого она сажает сзади, оказывается в еще более стесненных обстоятельствах. И как только вы пересаживаетесь в геометрически по-иному спроектированную машину, вы получаете, конечно, простор. Сразу, моментально. Сели нога на ногу, там тем более сумки сзади положили. Просто не обманитесь на вот это первое впечатление. Все равно сконцентрируйтесь. Представьте себе, как, куда, по каким маршрутам вы будете на всем этом ездить. Ну, и то, и другое неплохо. И сказать, что... Ну, они все-таки разные, конечно. X-Trail, он крупнее. Он производит впечатление более серьезного автомобиля. Хотя это не во всем так. Несколько сообщений с сайта. Как вы думаете, если купить бюджетную машину за границей, будет ли с растаможкой дешевле? И жмут мне, кстати, руку. Константин этим занимается. Константин, дешевле будет только в том случае, если вы профессионал по борьбе с таможней. На самом деле, нет. Именно этот маневр таможня и лучше вас осуществляет. Задача таможни сделать так, чтобы вам было максимально плохо. Представьте себе, а тут приходите вы счастливые и говорите, а я придумал, как сделать себе хорошо. Ну, и надолго ли всего этого? Значит, Александра мучается. Это барышня. Она просит помощи, поскольку не представляет себе, что лучше Audi Q3, BMW 1 или Nissan Qashqai. Саш, не знаю, на самом деле, всех ваших параметров. Если вам 18 лет и у вас есть айфончик, тогда вам нужен Qashqai. Если вам 21, то вам нужен Audi Q3. Причем желательно светлого цвета, если можно, со светлым салоном. Потому что внутри вы помрете со скуки. BMW 1 серии, он требует навыка управления. Если вы прошли школу контраварийной езды, да, пожалуйста, на BMW, вы будете просто великолепно смотреться. Если не прошли, не надо. Машина заднеприводная, у нее от BMW логотип. Это очень здорово. Это великолепно. Но это всегда шепотом. Да, конечно, вас успеют изглядеть на автобусной остановке. Но ваш-то парень не на автобусе. Не надо, не торопитесь. Да, спасибо, меня Татьяна похвалила. Вчера во второй половине дня на трешке и на Звенигородке видел эту чистящую технику. Машин 10 насчитал по дороге. Активно ездит, ничего не делая, радостно сжигая солярку. Это Святослав сообщил. И еще одно сообщение с сайта, что лучше, Ford Mondeo или Opel Vectra. Opel Vectra лучше. Реально, очень классный аппарат. Удался радостно за тех, кто на нем ездит. У нас Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Я являюсь владельцем Skoda Universal Superb двухлитрового. О, ну это грандиозная машина. Это дом. Это дом. Да, спасибо. И я услышал передачу буквально на днях по поводу тормозов и проблем. Ну, не проблем, а в скобочках. Проблем с Тигуаном. Дело в том, что я периодически сталкиваюсь с такими же проблемами и до этой передачи в принципе не придавал этому значения. То есть то, что имеется в проблеме у Тигуана, я думаю, что то же самое есть и у Skoda. Просто Skoda не обращал на это внимания еще. Ну, вы один из первых, кто замахнулся на эту проблему. Но здесь вопрос вот в чем. Насколько вы искушенный пользователь АБСов? Ведь здесь все-таки абсолютно все эксперты, перед тем, как начать разбираться именно с тормозами, и газета Авторевью, за что ей большое спасибо в своем шестом номере, она как раз предварила данную разборку многостраничным объяснением, как это работает. Человеческий фактор тоже не надо сбрасывать со счетов, потому что, обратите внимание, пока вы не прочитали медицинскую энциклопедию, вы не знали, что у вас родильная горячка. Дмитрий. Да-да-да, я слушаю внимательно. Дело в том, что технические тонкости, которыми сыпали представители концерна, они, конечно, для обывателя весьма сложны. Да не было там тонкостей, там был ликбез, вот в чем беда-то. Это были совсем элементарные затроны. На 20 страницах ликбез, понятное дело, что их прочитать очень сложно и понять тем более. Но вот именно тот факт, когда на кочке происходит, вот термин хороший сказали, система распускает тормоза, и только отпускание от педали тормоза и опять нажатие, вот тогда происходит опять-таки торможение. Вот этот факт я подтверждаю точно. Он присутствует и на Шкоде тоже. Ну, Дмитрий, записывайтесь в клуб. В этом клубе довольно много тягуановодов. Супербовца там пока еще не было. Вы откроете свою секцию и будете держать нас в курсе. Но сильно подозреваю, что все-таки этот испуг, он продиктован, ну, пока просто случившейся озвучкой проблемы. На самом деле, не так страшен черт. Вы на своем черте, который не страшен, сколько откатали? Ну, тот, который у меня сейчас 43 тысячи, до этого 110 октавия была дизельная. Но то же самое, АБС, и в принципе, знаю об этом не понаслышке. То есть, достаточно давно, скажем так. То есть, вы знаете, что такое АБС, и вас это никогда не испугало, а теперь вы услышали, прочитали, испугали, схватили за сердце. Да, в том-то и дело, что я и не думал, что можно этого испугаться, да. То есть, даже не обращал на это внимания. Думал, что это некая особенность, что ли, АБС. А вы не боитесь, а вы не пугаетесь. Вы же опытные, вы же преодолели это все. Ну, просто я услышал сегодня, что вы очень верите Шкоде, и даже не допускаете мысли, что это может быть на Шкоде. Поэтому и позвонил. Хорошо, тогда спасибо за подсказку в любом случае, потому что, если вдруг это и у Шкод тоже. У Шкод, кстати, почему, например, на Yeti этого нет? Потому что у Yeti не прошивка другая, у Yeti АБС другая. Она, в принципе, от другого производителя. Вот у Q3 подобное, возможно, у них из одной бочки идет. А у Шкоды, у них, в принципе, другой поставщик. Поэтому на Yeti данного не было. Но если вы говорите, что это есть и у Суперба, в частности, я, значит, отнесусь к этому сомневанием. Я верю людям, пользующимся Шкодой, что там такая проблема тоже может быть. При всей моей печали по этому поводу. Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Проблема вот в чем. Бюджет миллион восемьсот. Хочу красивую, надежную машину. Рассматриваю Ниссан Мурана. Нужно ваше мнение и рекомендации, если я не буду. Ой, Сергей, как вы, однако, масштабно к этому подходите. Но вы под словом надежность подразумеваете какой-то абсолют или просто не Жигули? Потому что вид надежности не существует. Надежность — это повезло, не повезло. Кому-то повезло, кому-то нет. Мурана — хорошая легковая машина. У нее расширенные возможности за счет полного привода, за счет довольно неплохо и так любопытно собранного салона. Потому что по салону там походишь, как на экскурсии. Много интересного можно найти. Миллион восемьсот — это цена, которая позволяет вам уже пересесть на более приличную технику под названием Туарек. Вы миллион восемьсот уже потихонечку ходите вокруг Вольво Хосе 90, присматриваясь к джипу Гранд Чироки. За миллион восемьсот вы уже взяли и потрогали Тойоту Хайландер. Вы уже тихонечко смотрите в сторону машин, которые вас подвигают к отметке в два миллиона. Там находятся всякие Хонды, пилоты. И, в общем, это очень неплохая сумма для того, чтобы выбрать себе автомобиль. Если не обращать внимания на... Пытаться без компромиссов. Вот что называется. А назовите мне, пожалуйста, лучшее. Лучшее будет все-таки Volkswagen. Это будет Туарек. А Мурана — это, если вы считаете, да ну, ну надоел. Ну у всех. Он купил, этот купил, тот купил. Мы его не любим, он тоже купил. Мурана. Мурана не хуже, хотя, конечно, он идеологически уступает. И, конечно, за миллион восемьсот Туарек вы возьмете самый простой. Это неправильно. Туарек нужно всегда брать с оффроуд пакетом. Тогда вы получаете два в одном. Вы получаете и внедорожник, и кроссовер. То есть это, с одной стороны, вот Мурана — это чисто легковая машина. А Туарек с оффроуд пакетом — это не легковая машина. Это машина, которая может быть услужлива, как бывает хорош и услужлив немецкий профессиональный официант. И он создает вам нормальную ауру отдыха. Это легковая машина. И она может быть прочна, как немецкий спецназовец, когда она прет вас на себе в качестве, например, поклажи в гору. И с этим оффроуд пакетом позволяет себе заехать туда, куда ни одна Мурана даже не то что телят не гоняла, даже не знала, что там водятся телят. Ясно. Спасибо большое. Конечно, чуть-чуть другой ценник. Вы тем самым переходите немножечко в другую категорию, потому что миллион восемьсот — это стартовая машина. ХС-90 было бы неплохо, но это тоже легковушка. Самое универсальное из них — это все-таки будет Volkswagen Touareg. Он многое может. Он реально на многое способен. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, а подскажите, пожалуйста, по поводу нового гольфа седьмого. Что можно сказать? Отговорите. Гольф был, гольф есть и гольф будет есть. Слушай, просто с женой пришли в салон Volkswagen в том году, обратили внимание на гольф шестой, а джета, которая на его фоне стояла и выглядела гораздо солимее нас, скажем так, переманила. А потом пошло-поехало. Потом мы пошли в Skoda, смотрели Octavia, да, супербо дошло дело. Ух ты, красиво. Да. Хорошо кутнули с женой. Да, и уже всерьез задумались покупать супер. После того, как прошло несколько месяцев, пару месяцев Остыли. Остыли, да. И оказалось, что вышел больше седьмой. И вот сейчас появление его в России, да, как на 5-6 число будет официальное представление. Вот. Соответственно, и опять мы к этому гольфу-то, собственно, и вернулись. Только уже к новому. Но он внешне похож на то, что нам нравилось, ну, на джету, да. Вот. Но он, как я понимаю, более практичен. В смысле салона. Немножко смущает его стихненность. Да. Он все-таки подрос во всех размерах, но он не стал после этого Passat. Он, конечно же, целый год будет вас держать на дистанции. То есть не покупайте его, не надо. Вот так ладошечка аккуратно в вас упирается. Вы смотрите на него и приходите просто вожделеть. Потому что, опять-таки, отзывные компании. Тут отвалилось, там заскрипело, тут застучало. Ах, извините, у нас нет запчастей, потому что она приходит где-нибудь из Бразилии. Ну, ладно, космополитизм. А сам по себе гольф? Да, знаете ли, лучшая машина с точки зрения самых непрофессиональных автомобильных журналистов мира. Карл Зея, она такая вся себя гольфиста, гольфаста, гольфустая. Я пока не очень понимаю, что в этом гольфе такого интересного, но это добротно. Да, сидишь здорово. Руль в руках. Настроения никакого. Вот цемент возить на нем отлично. Жену дорогую. Уже как-то странно. Уже немножечко не то. Ну, в конце концов, может быть, вы, если что, будете в конце концов брать подряды по доставке цемента. Эх, ну вот. Я надеюсь, что все-таки до завтра.